Хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого! Приготовьте мне картошку фри! Запросто! Будет сделано! Как раз хотел научиться готовить! Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло! Его, кстати, много не бывает! Ну что, масло почти закипело! А это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри! Нет! Стоять! Ой! Оно брызгается! Горячо! Помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло! Масло нужно лить со всей осторожностью! Тогда картошечка поджарится равномерно! Ничего трудного! Окей! Картошка фри готова! Осталось только немного добавить соуса! Фри! По-моему, это обычная жареная картошка! Вот я приготовила настоящую картошку фри! И это еще не все! Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес! Мне понадобится бекон, соус... И, конечно же, душистый розмарин! Какой аромат! Да точно! У меня еще не все потеряно! Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее! Окей! Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине! Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Каман! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши! Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши — это скучно! Другое дело — суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп! Интересно придумал! У меня тоже совсем скоро будут готовы суси! Главное — аккуратно повторять за шеф-поваром! Но пока ничего сложного! Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся! Соус добавлять и я умею! На это вообще особого ума не надо! Как это называется? Авокадо? Самое главное — все скрутить ровно! У вас, бабуля, уж точно не получится! Ну вот, идеальные суши готовы! Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые! Самое время обернуть суши в лосось! Главное — не пожалеть рыбы! Нарезать ее толстенькими кусочками! И нельзя забывать про соевый соус! Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано! Готово! Надеюсь, получится вкусно! Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно! Но я придумала оригинальный выход из ситуации! Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно! Оу-у-у! Верско! Это еще почему! Огурец — идеальная заготовка для суши! В него нужно только побольше риса затолкнуть! Совсем не аппетитно! Погоди, это еще не все! Ну вот, смотрите, какая красота! Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду! А вот сладкие суши я попробую с удовольствием! Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно! Остался последний кандидат! Вот они, настоящие суши! И на вид, и на вкус! Госпожа-повар, вы победили! Спасибо, но это было очевидно! О, нет! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас! Я слышал, что начинать нужно с теста! Думаю, с ним у меня проблем не будет! Добавим сахарку для сладости! Немножко перемешаем! Класс! А теперь добавим муку! Ой-ой, кажется, что-то в нос попало! Вот тебе и вафля! Ничего страшного, продолжаем! Ого! Я высыпал целую пачку! Ну, наверное, так и надо! Осталось только хорошенько размешать! Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки! О, да! Тесто получилось вкусным! А главное, без яичной скорлупы! Надеюсь, из него получится достойная вафелька! Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден! Так что вместо него я добавлю кабачок! Даже не так! Я сделаю вафлю из кабачка! Мне понадобится натереть его на мелкой терке! Готово! А теперь добавляем яйца! И, конечно же, муку! Хорошенько все перемешиваем! И добавляем зелени для вкуса! Звучит противно! Зато такое тесто гораздо полезнее вашего! Вот теперь его можно и в вафельницу залить! И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела! Да, время засечь – это правильная мысль! Ой! А я-то время не засек, и моя вафля сгорела! Горячо-то как! Ну ничего! Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа! Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом! Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним! Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами! Не терпится попробовать! Начну вот с этой! Ой, эта вафля какая-то пережаренная! Такое я есть не буду! А это что? Ух, эти вафли со вкусом травы и кабачка! Ненавижу! А вот это явно что-то вкусное! О, да! Именно то, чего я и хотела! Бабушка, ты побеждаешь! Ура! Не зря я так старалась! Нэнси, ты уже придумала первое блюдо? Так, посмотрим! О, да это же паста! Отличное блюдо! Ведь есть так много способов его приготовления! Ну что, Бритни, есть идеи? Аккуратнее! Такими темпами все твои макароны окажутся на полу! Теперь нужно немного подождать! Но, видимо, Бритни этого не знает! И что же она собирается делать? Она что, правда подрезает макароны, как газон? Какой ужас! Да, бабушка, покажите внучке, как это делается! Вот так! Так, немного терпения и макароны готовы! Да, и это они называют пастой? Ну уж нет, так не пойдет! Берем эти макароны и выкидываем в мусорку! Там им и место! Сейчас я покажу вам, как работают настоящие профи! Берем немного муки, одно яйцо, щепотку соли и теперь секретный ингредиент! Ха-ха! И наше тесто приобретает необычный цвет! Посмотрите на эту красоту! Идеально! А теперь накрываем миску с тестом пищевой пленкой и ждем! Настоящие шедевры требуют времени! Ждать во время готовки то еще мучение! Как же скучно! О, а вот и таймер! Ну что там дальше, шеф? Раскатываем наше тесто скалкой! Ух, непростая работа! Что такое? А, испачкал лицо? А так лучше! Вот и славненько! А я продолжу готовить шедевр! Режем лапшу, добавляем немного муки и отправляем ее в кастрюлю! Здравствуйте, мистер осьминог! Да, я тоже рад вас видеть! Эти осьминоги прекрасно мне подойдут! Поджариваем их на сковороде, добавляем немного сливок! А теперь добавляем нашу великолепную пасту! Мама Мия! Это просто произведение искусства! Осталась лишь сервировка! Вы только посмотрите на это чудо! Браво мне! Что? Кетчуп? Какой кошмар! Да, насколько же отличаются друг от друга наши участники! Бритни, а ты что делаешь? Похоже, у нее затвердели макароны! И что теперь делать? Идея! Лапша быстрого приготовления – это всегда правильно, быстро! И довольно вкусно! Но будет ли эта лапша вкуснее пасты бабушки и шефа? Сейчас мы это и узнаем! Нэнси, пора пробовать блюдо! Вау! Ого! Эта паста выглядит необычно! Сейчас попробуем! Это что, осьминоги? Интересно! Ой, фу, какой ужас! Это просто отвратительно! Ладно, вот эта паста выглядит более аппетитно! Сейчас попробуем! О, мой любимый кетчуп! Да, это вкусно! Но есть еще один кандидат! Ого! Это же моя любимая острая лапша! Уже не терпится попробовать! Вау! Ммм, какой вкус! Ой, у кого-нибудь есть стакан воды? Ух, я в порядке! Это было круто, победитель определен! Иногда, чтобы победить, не обязательно делать много! Учитесь у Бритни! Так, что у нас тут? Ого, чипсы! Ну, конечно, кто же их не любит? Сейчас мы узнаем, кто из наших участников лучше всего готовит это лакомство! Бритни, ну что это ты делаешь? Внученька, дай сюда, я тебе покажу! Картошка легко чистится с помощью специального ножа! Теперь нарезаем вот такие ломтики, включаем плиту, льем масло! Не жалеем, чтобы чипсы прожарились как следует! Видишь, Бритни, ничего сложного! Окей, сейчас попробуем! Ого! О, это что? Дождь из картофельной кожуры? И все равно эта картошка совсем не выглядит очищенной! Да это еще проще, чем я думала! Классно у меня получается! Я настоящий профи! Теперь вот так! Бабушка говорила, что не нужно жалеть масло! Это я помню! Ой, только не это! Кипящее масло! Кажется, ты опять все перепутала, Бритни! Посмотри, какие аккуратные чипсы получаются у бабушки! А как у вас дела, шеф? Ого! Зачем это ему понадобилась лепешка? Таких чипсов вы еще не видели! Это мой эксклюзивный рецепт! Хорошенько поджариваем до хрустящей корочки! Ну и, конечно же, вишенка на торте – мой фирменный соус! Настоящий шеф не боится работать с огнем! Посмотрите на эту консистенцию! Просто великолепно! Ну и, конечно, это еще не все! Финальный штрих – нарезать в воздухе дольки лайма! Готово! Бон аппетит! Ничего себе! Шеф не перестает нас удивлять! Как, в общем-то, и Бритни! Какой кошмар! Все мои чипсы сгорели! И что теперь делать? Да, какая досада! Ну не грусти, моя хорошая! О, сырный порошок! Да, возможно, он замаскирует вкус подгоревших чипсов, а заодно и черный цвет! Какая гениальная идея, Бритни! Чипсы бабушки тоже готовы! Ну что, время дегустации! Вау, как много чипсов! Это просто праздник какой-то! Начнем с этих! Выглядит забавно! Ой, это что за вкус? Отвратительно! Надеюсь, эти меня не разочаруют! Прекрасно хрустят! Ого! А эти чипсы такие необычные! Сколько же сыра! Ммм, неплохо, неплохо! Но вот эти чипсы все же были лучше! И бабушка одерживает заслуженную победу! Ура! Интересно, что нас ждет в третьем испытании! Вау, это же торт! Ничего себе! Вкусно, но не так-то просто приготовить! Надеюсь, наши герои готовы к этому испытанию! Вау, сколько ингредиентов! Бритни еле держит себя в руках! Смотри и учись, внученька! Для начала берем крем, наносим его на корж! Вот так! Затем размазываем лопаткой и точно так же поступаем с остальными коржами! И не забываем про края! Чтобы тортик получился в виде сердечка, берем специальную формочку! А дальше самое интересное! Начинаем декорировать наш торт с помощью шоколада! А куда подевалась? Бритни, Бритни! Ну ладно, держи! Так, на чем мы остановились? Да! Декорируем наш торт! Украшаем его шоколадками сбоку! А сверху сладким драже! Чем больше цветов, тем лучше! Ну вот и все! Тортик готов! Получилось очень красиво! А что это задумал шеф? Быть кондитером — это особое мастерство! И мои торты — это всегда произведение искусства! Сейчас я покажу вам, какой торт готовят в моем ресторане! Я называю его «летняя радуга»! Вот так! Хм, забыл, зачем мне это! Ах, да, точно! Последний штрих — украшаем наш великолепный торт! А здесь будут шикарно смотреться кремовые облачка! Готово! Да, знаю, знаю! Ничего лучше вы никогда не видели! Ничего себе! Даже бабушка в восторге от такой красоты! А как там твои дела, Бритни? Эй, спокойно! Что тебе сделал этот бедный торт? Да, Бритни, как всегда, не блистает аккуратностью! Но главное, что она старается, правда? Почти готово! Дело за малым украсить торт! Хорошенько поджарю эту посыпку... Вот так! Получилась классная цветная глазурь! Заливаем ее вот сюда! А теперь внимание! Вау, это было эффектно! Действительно, торт выглядит здорово! Но, похоже, это еще не все! Бритни добавляет крем по краям торта и готово! Приятного аппетита, Нэнси! Ничего себе! У меня как будто день рождения! Три дня рождения сразу! Первым попробую кусочек этого красавчика! Вау! Невероятно! Но нужно попробовать остальные! Мне нравится цвет этого торта! Попробуем! Неплохо! И, наконец, последний претендент! Как же тут много цветов! Ничего себе! Это же мои любимые драже! Ням-ням-ням! Да, это тоже очень вкусно! И какой же мне выбрать? Дайте-ка подумать! Побеждает радужный торт! Что тут скажешь? Работа профессионала! Итак, последнее испытание! Ого! Это же горячий шоколад! Обожаю! А какой самый любимый напиток у вас? Пишите свои варианты в комментарии! Возможно, в следующем видео наши герои приготовят именно его! Итак, добавляем какао-порошок в горячее молоко! Туда же отправляем плитку шоколада! А теперь главное все хорошенько размешать! Горячий шоколад готов! И, конечно же, его нужно пить из самой лучшей кружки! Как же это мило! Но для шефа это, похоже, слишком просто! Сейчас вы увидите, как готовится самый вкусный горячий шоколад! Итак, основа у меня как у бабушки, но туда я добавляю взбитые сливки и, конечно же, маршмеллоу! И приправляю все это ароматной корицей! Вуаля! Горячий шоколад готов! А чем это занимается Бритни? Похоже, у нее есть идея, как украсить свой горячий шоколад! Взбитые сливки, шоколадный сироп и драже! Очень даже неплохо! Но это еще не все! Последние штрихи, печенька и сладкие трубочки! Получилось здорово! Молодец, Бритни! Ну что, дегустация? Ничего себе! Так, сначала хочу попробовать это! Ммм, какой насыщенный вкус! Теперь это! Ой, какая кружка! Бабушка, это так мило! Попробуем! Ммм, да, не очень! И, наконец, последний участник! Ммм, ну, так себе! Да, кажется, я знаю, кто победил! Вот этот напиток! Поздравляем с победой, Бритни! Но все наши участники большие молодцы! Понравилось наше видео? Тогда делись им с друзьями, ставь лайк и оставляй комментарии! Ну а пока-пока и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok